Привет, я же покормила вас. Доброе утро, мои родные, времени 6, где-то 10 минут. Сегодня у нас седьмое, я уже сказала, день рождения Юльки. Давайте посмотрим, кого нам тут поздравлять. Итак, сегодня у нас воскресенье, красный день календаря. Смотрите, сколько у меня бумажечек собиралось, пока Юльки нет. Можно посчитать, сколько ее нет в ней. Не забудьте поздравить Ивана и Ферапонта. Будем искать Ферапонта. Если найдем, сразу же поздравим. Пойдемте, мои хорошие, пройдемся. У меня голосок еще солны. Так что, извиняйте. Хотела еще банки тут кидать. Вот банки большие, с-под воды. Немножечку пройдемся. Я уже сюда вхожу, сюда в коридор, тут вот так. Ох, запах. Перепар. Я уже так начинаю с бурля. Привет, мои любимые. Привет, привет. Пойдемте. А, потому что у меня водянута на пятки. Натерла новыми кроссовками. Трапичными я не натираю, а вот кожаную надела. И натерла. Ой, что-то я вообще не то говорил. Ну, будет офигенно, ладно. Трапичники поют. Привет, мой любимый. Петербург. Привет, мой хороший. Боже, какая-то растонучая шел дождик. На улице такая свежесть. Вообще. Супер. Начну с самого главного. Хочу поздравить Винку с днем рождения. Винка. Поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе любви. А если есть любовь, то будет все. Вот. Оставайся всегда такая же. Добрая, открытая, отзывчивая. Разумная. Я тебя обожаю. Ты мое солнышко. Смотри, делай тут красиво. Нас утром встречает прохлада. Нет, прохлады нет. Очень тепло. Я жалею, что надела куртку. Наверное, нужно было надеть толстушку. Потому что вот реально очень-очень тепло. Смотрите там солнышко. Видите, как сверкануло. Хуху. Здесь эти солнечные блики. Я их обожаю просто. Давно вы знаете. Я вчера слушала романа. Не помню, как его фамилия. Да это и не важно. Просветленного, короче. Ох, как не поплюет. Класс. И у меня такое возникло желание вот просто, чтобы он помолчал. Просто, чтобы послушал себя. Вот не знаю, почему. Иногда бывает такое состояние. Ну, или это у меня такое состояние. А у него было состояние говорения. Он хотел просто поговорить. Вот. У меня было такое состояние вот какой-то благости, нирваны, тишины. Понимаете? А это театр. Это театр. Это театр. Я уже говорила. Малыши. Цикала. Он сейчас закрыт. Такой у нас солнечный Петербург. Вот. вот такая красота. Вот сейчас такое желание просто помолчать. Моя любимая улица. Моя любимая улица. Видите, какие тени вот от этих левых домов на правых домах. Так красиво, как будто они защищают от солнца. Его укрывают. Видите? Вот такая тень на доме и там, и там дальше, и везде. Когда я увеличиваю, мне кажется, что это просто Нью-Йорк или Чикаго или что-то. Так классно. Особенно, когда здесь было много машин. Совсем тоже по-другому смотрелось. Смотрелось, как такой муравейник. О, класс. Какая красота. Даже люк, как ромашечка, такой красивый. Или это у меня в голове. И тут, смотрите. Привет, мои родные. Тут ромашечка. Двор спит. Весь в солнышке. Небушка плывет. Боже, какая красота. Там сердечко. Видите? Вот, видите, пустое место. Вот здесь сердечко. Раз, два. Видите? Как будто вот тут мордочка. Тут эта мордочка. Вот глаз, нос, рот. Выдуло это сердечко. Вы видите? Ну ладно, это мои фантазии. И вот обожаю, когда такие вот солнечные окна на домах. Как будто окна из другого измерения. Понимаете? Другой мир. Вообще красота. Просто сказка. А тут какую мордочку нарисовали. Стоп. Олд стоп. Класс. Зубастик какой. Блин, не могу оторваться от него просто. Вот, пришла вам показать этот колодец. Оно сказочное. И божественное. Здесь вот такая гарка. Я здесь зимой снимала. Смотрите, где выросли. Такая жизнь. Вот бог. Прикол. И метла. Куда-то она улетела. Бабка-юшка. А метлу оставила. Вообще класс. Туда не пойду. Там мусорники. Просто эти ворота. Я помню, зимой это вам тут снимала. Там за воротами так хлопьями шел снег. Не помню, когда это. Может быть, в декабре. Может быть, в январе. Но в моих видео это есть. А, смотрела вчера свои видео, когда... За декабрь, наверное. Я вот правда увидела, что я уже совершенно другая. Вообще другая. Какой-то другой человек. Знаете? И не в прическе дело. Хотя я там была в той же красной курточке, что и сейчас, несколько дней назад, продевала. Дело совершенно не в фантике, а наполненности. Красиво. Красиво. Вообще класс. Мне так много часа не втыкать. Такое сказочное утро, мое хорошее. Я вчера разговаривала с подругой, со своей не с художницей, а с философом. Вот. Она мне рассказала, что она дописала свою книгу в 200 или в 250-ком странице. Не знаю. И где? Нет, кого-то я не помню. Кого-то. В общем, кого-то там, как Платон, как там еще кто-то. кто они там? Не египтяне, а римляне, что ли? Ну, не знаю или нет. Короче, я не шарю в этом всем. Вот. Сказала, что сегодня у них будет как прямой эфир. Она будет с людьми разговаривать про Платона. Ну, вести там какие-то философские беседы. Вот. И она мне призналась, что она всегда считала меня философом. И что я в ее глазах. Что она меня сравнивала с Сократом. Где-то там. Вот. А в какой-то момент, когда я вернулась из Ливана, она очень-очень чувствовала во мне дух Конфуция. Вы представляете? она говорит вот описание самого Конфуция, когда он вернулся из откуда-то там где-то там он был много лет, 25 лет или сколько-то он не был на родине. И потом, когда он вернулся на родину, его ощущение он чувствовал там каждую там трещинку в бордюре или там в поребрике по-питерски. Каждый пригорочек, каждую травинку, которую он оставил, а она превратилась в дерево огромное за 25 лет каждого человека. И я тоже вспомнила себя. Вот когда она мне подсунула эту книгу, я ее читала. Я вспомнила себя, когда я вернулась на родину, в Мариуполь после Ливана. И какие у меня были чувства, когда я пошла в свой старый дом, где я родилась, на старую квартиру, когда я видела людей, которые там жили много лет назад. вот там Астаховна, соседка наша, я у нее влазила в сад через забор, тырила в крыжовник. У нее был такой вкусный крыжовник, огромный, красный. Я такого больше нигде не видела. Только у нее. Вот. и как я сравниваю рассказы людей, которые мне рассказывают о том, что они приехали, вернулись на свою родину через много лет. И какое у них чувство, что они ощущают. Вот мне Лена рассказывала, подруга, которая возила меня, помните, на Васильевский остров в банк за новой картой на машине. Вот. Она рассказывала, что она вернулась тоже на родину, в Грузию. Она родилась в Грузии, в Тбилиси. И она говорит, я вернулась на родину и пришла в свой двор через там сколько-то лет, через 15 лет, может быть, не помню точно. Прости, Леночка, если ты услышишь, не посчитай это враньем. Вот. И говорит, я пришла в свой двор, а там такой двор, вот как одесский, ну, чисто грузинский, короче. И там во дворе та же самая бабушка, которая там 15 лет назад точно так же мила. Даже такое чувство, что она с той же метлой и в том же одеянии. Представляете, мои хорошие? Вообще прикол. красота. Можно нажимать на паузу. Оказывается, вообще что-то я такое новое открыла. он сидит. Ну, и что ты тут сидишь? Греешься на солнышке? Ты моя хорошая. сиди, сиди. Я тебя не буду пугать. Сиди. Пока-пока. Вот такая красотка сидит. Греется на солнышке. Медитирует. Утренняя медитация. Я одной знакомой прислала музыку. Просто музыка. Мне она мне пишет это что медитативная музыка? для медитации? Я говорю, и тут теплосеть будет прекращена в связи с испытаниями подача горячей водоснабжения. то же самое, что у меня нет воды горячей. Вот она мне говорит, это что музыка для медитации? Я говорю, не знаю, как-то я ее не разделяю. Просто музыка, которая идет за мной. Ну, это чудо. ты куда идешь, кисонька? Хочет воробушка поймать этого голубка. Вот такое житие моей. Я говорю, я как-то вообще не разделяю. На. Бежал. На какие-то касты. Я понимаю, что есть рок, есть рэп, есть еще что-то. Но для меня есть живая музыка, а есть какая-то движниковая, что ли. Может, я не права, конечно, может, у меня еще недостаточно расширено сознание, потому что хочется туда зайти. Иди, иди, солнце мое, иди, солнышко заходит. Давай, прошу. Или мук ловит, или что она делает? Я думала, там ее дом. Не твой дом там. Может быть, у меня еще недостаточно расширено сознание, и все есть любовь. Понимаете, Бог есть любовь, все есть любовь. И даже та, которую я вижу движниковой, он там какой-то ход идет кс-кс. Не видно. Видите, все засветило. Ладно, не показала. Надурила вас. Вот, и когда сознание расширенное, то любая музыка, там, тишина, любой звон, любой голос, все-все-все, он все-все-все божественно и прекрасно. Мне кажется, я уже дохожу до такого состояния. Вчера я ела чечевицу и пила воду, и не знаю, там, что-то еще ела. А, ела грушу и банан. Так что у меня вчера день был. Ну, очень такой насыщенный. Вот. А сегодня пока еще не пила. Вот я проснулась во сколько? В 4? А сейчас времени, наверное, в 7. И я вот 3 часа пока еще не ела и не пила. О, ребятки проявляются в пространстве. Тут вообще как горло ангела. красота или перышко. Какое волшебство. Опять я пришла на улицу Маяковского. Вот не знаю, мои хорошие, мне тут вообще так нравится энергетически. Ну, понимаете, наверное, да? Даже не дело вот в этих фонарях или в этих птицах или в этих оплаках. А вот энергетически просто хорошо здесь и все. Остальное необъяснимо. Я уже много вам не снимала. Давайте прощаться. Люблю вас. прекрасного утра. Доброго, волшебного и с... с чудом. Пока.